Имамы дагестанцы Имамы дагестана обратились к главе республики, Сергею Меликову. Они требуют не наказывать религиозных экстремистов. Имамы предлагают забыть о светских законах Российской Федерации и обратиться к их древним и красивым обычаям. Видимо, произошедшие в аэропорту Махачкалы они считают небольшим культурным обменом, в ходе которого молодежь проявила чрезмерные эмоции. Также они выступили против, даже резких высказываний, в адрес, как они сказали, протестующей молодежи. Тем самым, фактически, солидаризируясь с погромщиками. Мы, как и все дагестанское общество, будучи частью мусульманской уммы, осуждаем преступления сионистов против палестинского народа. Некоторые представители нашей молодежи допустили чрезмерное проявление своих эмоций и чувств. Это вылилось в известные события в аэропорту Махачкалы, что привело к порче имущества, причинению вреда здоровью невинных людей, убыткам аэропорта, авиакомпании, дискомфорту пассажиров рейсов. Мы, конечно же, осуждаем чрезмерность этих действий, но мы понимаем, что эти действия – не что иное, как ответная эмоциональная реакция, совершенная в состоянии аффекта нашей молодежи на преступления сионистов. Мы считаем недопустимым резкие высказывания в адрес простестующей молодежи. Это дети наши и внуки, и мы не можем в сложившейся ситуации позволять резкие высказывания. Наш народ не принимает подобные отношения, даже если некоторые участники и перешли границы допустимого поведения. Поскольку удалось избежать тяжелых последствий, то мы считаем, что нет необходимости наказывать дагестанскую молодежь, если с чьей-то стороны было применение силы, по дагестанской традиции можно прийти к примирению и сделать маслят между сторонами. Мы призываем все соответствующие структуры максимально взвесить принимаемые решения и проявить снисхождение их мягкость к участникам событий в аэропорту. Если есть хоть минимальная возможность не применить к ним наказание, то прибегнуть к этому облегчению. В ходе беспорядков в аэропорту Дагестана ранены 9 полицейских, а ущерб превышает 285 миллионов рублей. Есть у нас такая статья, про которую много спорят и говорят. 282 называется «Разжигание межнациональной и межрелигиозной розни». Так вот, мне кажется, что там достаточно большое количество людей. Я думаю, что на эту тему, конечно, тоже нужно людей проверить. Погром в Махачкале попадает сразу под несколько статей Уголовного кодекса об экстремизме, умышленном повреждении имущества, массовых беспорядках и разжигании межнациональной розни. Но силовики решили возбудить дело о хулиганстве. На данный момент, по официальным данным, 150 человек выявлены как активные участники беспорядков, 60 из них задержаны. И в деле до сих пор нет ни одного обвиняемого. Похоже, даже камеры наблюдения не очень помогают следствию. По данным, на 1 ноября задержаны 15 человек из нескольких сотен погромщиков, а наказано всего 10. Восемь суток под арестом проведут некоторые участники погрома на территории аэропорта Уйташ. Такое решение вынес Карабудахкенский районный суд в отношении восьми жителей района. Еще двоим, с учетом состояния здоровья, назначено по 60 часов обязательных работ. Бойцы Хабиб Нурмагомедов и Махмуд Магомедов, блогер Хазбик, призвали простить участников захвата аэропорта. Присоединился к ним и руководитель духовного управления мусульман Татарстана Камиль Самигулин. Очевидно, что акции с погромами в Дагестане организованы силами извне, хотя, безусловно, спровоцированы Израилем. Призываю по возможности проявить снисхождение к тем, кто повелся на провокацию. Понятно, что они пошли на это от отчаяния и от чувства несправедливости. Депутаты Госдумы Василий Пискарев и Александр Хинштейн запросили у силовиков данные о происшествии, но не для того, чтобы наказать погромщиков, а для расследования украинского следа. И только Хизри Абакаров, помимо уголовных дел, пообещал еще и суровое наказание — внести провокаторов в черный список аэропорта. Мы будем требовать, чтобы они возместили ущерб, нанесенный аэропорту. Также мы вносим их в черный список аэропорта. Они не будут обслуживаться в аэропорту Махачкалы до тех пор, пока весь ущерб не будет возмещен. В Москве тоже не знают, что делать после протестов в Дагестане и на всякий случай закидывают республику подарками. Местные власти с радостью извлекают выгоду из погрома. Один миллиард семьсот миллионов рублей выделят Дагестану на подготовку к зиме. Цифры озвучил первый вице-премьер республики Манвел Мажонс в ходе заседания федерального штаба по стабилизации в электросетевом комплексе республики. На неделе дагестанские дети побывали в Совете Федерации. Одному из них вручили награду за спасение женщины от пожара. В марте этого года девятиклассник из села Приморск Магарамкенского района спас от пожара пожилую женщину. Увидев, что по соседству загорелся частный дом, он не раздумывая бросился в эпицентр пожара. Летом республика массово протестовала из-за проблем с электричеством. Сразу после попытки еврейского погрома чиновники отчитались. Программа реконструкции электросетей идет по плану. Федеральный штаб по решению энергосетевых проблем Дагестана создан по поручению президента страны Владимира Путина после обращения к нему главы Дагестана Сергея Меликова. Но федеральные пряники и на этом не заканчиваются. Региональные власти обещают догазифицировать до конца года три тысячи сел. Наказанием для молодых погромщиков могла бы стать отправка на войну с Украиной, мечтает вслух москвич Владимир Соловьев. Несколько десятков человек уклонисты от службы в армии. 1 ноября из Дагестана отправили батальон из 210 добровольцев. Именно на вас сегодня держится безопасность государства. От вас зависит будущее нашей Родины и нашего многонационального народа. Но судя по сюжету с церемонии, воевать с Украины поедут не очень молодые люди. Кто-то бросался на дот, кто-то под танки бросались. Нам защитили эту Родину. Если бы это не сделали, нас не было бы. Ну, это наша традиция. Определенную выгоду из ситуации извлекли и федералы. Путин несколько дней подряд появлялся по телевизору в вечерний прайм-тайм. При этом он не осудил погромщиков. По его словам, во всем опять виноваты Соединенные Штаты Америки. События в Махачкале вчера вечером инспирированы в том числе через социальные сети. Не в последнюю очередь с территории Украины. Руками агентуры западных спецслужб. Всю вину на Запад свалили и пропагандисты. Ведь по их утверждению в России никакого антисемитизма просто нет. Я на себе так страдаю от антисемитизма. Я еврей. Главный пропагандист. Ой, как я страдаю. Так его в принципе не существует. А Рамзан Кадыров на всякий случай пригрозил расстреливать протестующих в упор. Если у нас кто-то выйдет на митинг, то схватите их и посадите. Либо же, сделав три предупредительных выстрела, четвертый, сделать ему в лоб. Тогда никто никогда не выйдет. Таков мой приказ. Беспорядки закончились, но дагестанские отельеры не стесняются открытого антисемитизма. Прекратите, пожалуйста, нас проверять в авито. Спрашивать, сдаем ли мы квартиры евреям. Нет, не сдаем. Наш коллега Дмитрий Низовцев позвонил в несколько отелей в Махачкале и, представившись человеком с еврейской фамилией, попытался забронировать номер. Из Израиля должен я приехать. Ну, там, видимо, не знаю, с пересадками какими-то придется. В любом случае, мне надо поработать на неделю в Махачкалу с женой. Вот, фамилия Шварцман и жена у жены такая же. Сможем мы на неделю заселиться у вас где-то с 14 ноября? Нет. Почему? Нет. А почему? С 20-го. Почему я сейчас у начальства спрошу, если они согласны, потом позвоним вам? Хорошо. Ну, пока предварительно нет, да, вам нужно уточнить. Ну, я так понимаю, это чисто из-за фамилии? Просто, чтобы я не знаю, может быть, искать другую фамилию? Эту гостиницу? Не фамилию. Это из-за фамилии? Нет. Так, смотрите, мы вам перезвоним. Добрый день, отдел бронирования, отель Марва слушает. Здравствуйте. По такому вопросу звоню. Мне нужно прилететь в Махачкалу и я хочу забронировать номер. Но сразу заранее скажу, прилетаем мы с женой из Израиля и фамилия моя Шварцман. Просто сейчас я смотрю, какие новости. Я так понимаю, что могут быть сложности с гостиницей. Вот в Марве можно поселиться? Буквально неделю, с 7-го числа. Мы нам провокационные вопросы не отвечаем, извините, нет. В смысле, нельзя поселиться? Что провокационного? Алло. Здравствуйте, я звонил несколько минут назад, мне пока не перезвонили. Я так понимаю, там могут быть сложности. Это который Шварцман из Израиля. Смотрите, а можно... Смотрите сюда. У нас в данный момент пока заняты и на броненомерах пока нет места. Так, а из 20-го числа тоже? Да. Все занято, да, забито? Хорошо, спасибо. Результат оказался предсказуемым. Дагестанские антисемиты вновь одержали уверенную победу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова